В честь годовщины победы в Сталинградской битве в Волгограде прошло сразу два широкомасштабных исторических события. В подвале центрального универмага состоялась реконструкция пленения командующего 6-й армией Фридриха Паулюса, а в музее Панораме открылась экспозиция, которая рассказывает о быте немецких военнопленных. Завершаются последние приготовления, готовому вот-вот развернуться историческому действию. Костюмам участники реконструкции уделяют самое пристальное внимание. Все детали должны соответствовать оригинальным образцам. Сами много шили, сами доставали оригинальные вещи, ремень, фонарь, подсумки, это как бы все оригинальное. Владислав Северилов уже около 10 лет является бессменным исполнителем роли генерал-лейтенанта Артура Шмидта, начальника штаба 6-й армии вермахта. За долгие годы мужчина успел досконально изучить своего персонажа и особенности его поведения. Шмидт был, в общем-то, по своей сути карьеристом. Очень был, прямо скажем, такой надменный был, хитрый лис своего рода, все у него было на уме. Мы прибыли сюда не вести переговоры о капитуляции, а принимать саму капитуляцию. Эти слова генерал-лейтенанта Ивана Андреевича Ласкина стали определяющими в хронике событий 31 января 1943 года. В подвале Центрального универмага собралось около 30 участников реконструкции. Эта цифра в 10 раз меньше реальной. На самом деле в маленьком помещении свидетелями бесславной капитуляции 6-й немецкой армии стали несколько сотен солдат. Господин фельмаршал Паулюс, вы пленены войсками 64-й армии. Пленение Паулюса предрешило исход Сталинградской битвы. Еще несколько дней и последние очаги сопротивления немецких войск были подавлены. Фотография командующего 6-й армии вермахта сейчас среди экспонатов выставки «Военно-пленная в Сталинграде», которая открылась в музее «Панораме». Вместе с Паулюсом 2 февраля 1943 года в плен сдались более 90 тысяч немецких солдат и офицеров. Практически все хлебозаводы, хлебозавод на Тракторном, хлебозавод в Ворошиловском районе были восстановлены при помощи труда немецких военнопленных. Улица Мира, разболзавала в центральной части города. Экспозиция также рассказывает о бытии солдат вермахта в советских лагерях. Фотоархивы и документы свидетельствуют. Здесь действовало медицинское обслуживание столовой. Пленные занимались в кружках, рисовали и издавали стенгазеты. У них даже были свои футбольные команды. Со временем наладились отношения и с мирным населением города. Шкатулки и портсигар – это то, что создали уже пленные немцы у нас в плену. И обменяли это, как правило, жителям нашего города на хлеб и бумагу, бумагу для писем. Обмундирование предмета быта – ремесленные изделия. Все эти экспонаты способны рассказать заинтересованному посетителю музея и о личных судьбах немецких военнопленных, и о той роли, которую в их жизни сыграла Великая битва на Волге. Стоит лишь приглядеться. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания Ахтуба.